необычный человек всем здравствуйте мы пришли к самому важному высшему дивизиону нбл все ждут наверно как мы будем сейчас об не говорить мы ничего не будем все пока я шутка с вами как всегда антон каролина не как всегда на первый раз и я борис с вами мы попытаемся вам что-то нибудь рассказать интересное может и не очень интересно но как пройти с дебрями кому не понравится может все не смотреть и так можно назвать этот дивизион пока ну как зеркально то есть три команды 30 есть три команды 03 и золотая середина 3231 все все круто поэтому в принципе наверно так мы будем разбирать начнем 303 давайте дать снизу вверх чтобы было понятно пингвины пингвины ребята вообще молодцы что собрались раз даже в принципе сохранили костяк хорош который у них и был всегда никто не ушел не пони все кого можно уже забрали не но все равно можно было еще и потерять и влада последний да они его не потеряли слава богу и влад молодец что остался но у них в этом году есть и скамеечка хоть какая то есть коллектив по крайней мере готов навязывать борьбу да они не говорит ну и скажем только не без борьбы в общем-то и не уходят так они не уступят никому есть кому набирать очки тут же масштаба да то есть есть ролевики то есть действительно команда интересная макушинский может спокойно ваться лупить любых ну да я думаю что пока соперника мне кажется больше не везло сильные соперники но это бой они красивые игры были да не хорошо играли это было не слив и там ни в одну калитку не такая мы про это и говорю что команда упорная упорная и хорошая команда было бы жалко если бы она исчезла от нас куда-нибудь учитывая что были каждый год у них забирали сильнейших вот они все равно способны и все равно они давали всем по одному месту больно но да насчет конечно плов наверно пока рано говорит мило плов мы знаем что плох попадают все а вот во вторую стадию плов на вопрос но пока да еще рано во первых могут и набрать игроков и вообще сами улучшить игру как обычно мы знаем что много команд по сезону в высшем именно дивизионе улучшают свою игру плюс вернулся опытный тренер хорошо однозначно плюс всегда такой перенес таким опытом согласен это однозначно плюс ну там потому что на реку скандинга фска победитель боря что ты по этому поводу скажешь мне сложно конечно говорить мне сложно говорить но начало конечно провальная но как но на самом деле фска вообще вначале играет почти лучше всех каждый год но в этом году просто был провал во первых мы летом тренируемся хоть молодежь на тренируется поднимает визу физуха но этом летом мы ничего не делали практически да даже очень ну и неплохо играли но самая главная проблема фска победителя то что в принципе мы потеряли почти весь сентябрь без тренировок почти весь октябрь наполовину были тренировки не по моей причине по причине того что принципе кто-то не смог кто-то уезжал кто-то заболел кто-то просто поленился все-таки такой команде где надо постоянно себя поддерживать форме реально где нету таких прямо профессионал профессионалов это вот и сказалось на старте просто хотя хочу отметить многие наверно согласятся чтобы была очень хорошая игра с параметарем это он добавляется через игры да это можно сказать что в принципе со счетов списывать рано но в этом году какая-то конкуренция слабая у фска и это очень жалко то что фска все время принципиальный соперник для многих на руку фска однозначно идет формула турнира однозначно первом ранде вы видите да боятся жганы могут любые потому что да как известно фска может любой команде проиграть любую выиграть ну и сумасшедших на какая же команда топ-4 вы не увидите в первом раунде соответственно все остальные вот тут не видели этого вот тут не обыгрывать поэтому это ну даже если взять sirius классная команда но наверное на первый раз мы проиграли за все годы в высшем дивизионе sirius это говорит о том что мы вообще не собрана игра ну значит будете набирать через игры после нового года выйдем другой фска будем стараться вот это будет больше мне очень нравится в этом году сумасшедший напор у команды может стоило в тропе не у них напор такой что там 2 дивизион они просто сломали вместе с другими командами в первый вылетел набрали у них все классно им не хватает прямо чуть-чуть-чуть вот просто вот микрона ну и что но бывает так же но в прошлом году было меньше напора в этом году такой дикима но по-моему у них опыт прошлого года сейчас я думаю они еще круче будут но были не знаю мне кажется вот чуть-чуть я не знаю чем не хватает на самом деле у них довольно быстро темп они могут резко они могут резко менять темпы это кстати немногим командам дано но это там дано то таким командам вот как серебрянка там резко менять темп а вот бойся есть такая штука они очень редко очень резко могут из такой вяло текущей игры просто фун улететь и это любого соперника может сломать почему они не выигрывают не понимаю но в том году реально не хватало просто да не много игр в прошлом году там проиграли 1 очку 2 очка там и сильнейшим команде в кольца постоянно сбивая иголковские эти походы с шашкой на голову на пятерых в одиночку то есть ну как бы ну ну это очень колоритная команда и очень реально вот просто чуть-чуть чуть-чуть какой-то стабильности в каком-то броске и просто не будут в топе но то что не слабейшие движения нет по составу по игре однозначно нет скорее всего мне даже кажется что сейчас таблица так распределилась как должно было быть примерно но в общем наверное с трех ман который находится сейчас на дне таблицы даст 03 бэдбой составляет лучшее впечатление лучше намного ждем их первых побед ребята давайте все-таки сколько двухкратный трехкратный чемпионы с модестом они были команды не помню двухкратный команда имеет титулы команда имеет историю таких команд нужно состав то немного другой ну понятно но все равно как бы к но бренд остал до добойся добрылась или хостер команды не было никому никогда вот новичок нашел на wargaming вот команды которые уважение таких команд кстати из этого дивизиона всего пару команд это wargaming распавшийся бегу и пастин но пастин они не играли в четвертом дивизионе все остальные команды прошли от четвертого пастин не играл по во втором он сразу 3-го ну ладно саму больше это большое спасибо паша их тренеру который когда не хватало команд прошлом году они не проходили вышку и он согласился играть они почти вышли в плов и они затянули там две или три игры три или четыре нет они почти вышли в плов и заняли девятое место ну не помню честно столько игр в чем дело в wargaming в четвертом они не играли они в третьем когда было три дивизиона появились они выиграли зале второе третье проиграли только не название в дебре не буду да но они прошли все давай wargaming 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 что с wargaming быстро защита отвратительнейшая просто ну просто то что варгейм показывает защите в этом году я просто считаю что выше в дивизионе очень тяжело играть зоны да просто бросать умею на то что много снайперов и играть зоны когда тебе могут с угла в любую зону в угол это слабое место набросать кто угодно у них пока проблема огромнейший дыра в защите раз и приходит посещаем стиг то что не всегда восстановится слава до в любом случае это команда не легенда всегда был ну я говорю в любом случае это команда не лег что просто так легенькую с ними сыграть это надо еще постараться ну если с ними реально перестать играть здесь утро воскресенье ну как вариант мне кажется что реально просто с ними порядок да он будет решать если с ними начинать их перестрелку сбегать кто больше не кидают а именно играть с ним порядком эту команду я думаю мне кажется они такие не темповые им нужен баскетбол нужен такой тягучий больше чтобы соперниками но для того чтобы бегать высшим дивизионе так надо не два человека нет их не 2 надо больше нехорошо этого может них это лидер до лидер хоро то есть но действительно но опять-таки не надо что-то делать защиты потому что с такой за ну не знаю я пока ну не знаю сможет ли допустим wargaming попасть там пятерку мне кажется но не попадет но нет пятерку в пятерку в пятерку в пятерку да в пятерку вообще питера я думал что это четыре с ним не но я говорю вообще сможет попасть я думаю не сможет я ставлю то что не получите риск мне кажется максимально их место сегодня сейчас я думаю кажется 7 это мы дальше сириус по стиму мы потом продлим видео сириус второй год подряд попадает то ли пальцем в небо то ли как-то кого добраться мне кажется усиление в этом году у них шикарно в том году был антихович который классно вписал а прикинь если бы он и щас был а в этом году саня степанов и еще они взяли хорошего из густа из густ хорошего игрока кто выполняет черновую работу ну на подборчике работы он дает отдохнуть лидером и работать на защиту вот то есть ок но тем не менее 12 и они наконец нарушили проект проклятия рассказали фска но при этом уступили при этом разрушил мне при этом разрушили проклятие сов клуба который не мог их никогда нормально выиграть лишь победителя сломались и сломались перецов на перецов кубы то есть но то что они проиграли еще плюс не по стима не проиграли они проиграли адами да вот но нет не было но не было рома туровца поэтому не но был бы рома рома если бы до кого в общем итоге опять-таки сериусу не хватает чуть-чуть как и в прошлом году да но серьез никогда не был внизу таблицы не в прошлом году не позапрошлом 8 на это не не стаблиц это не несет такой серединочка они спокойно могут скакнуть и на 6 место учитывая сегодняшнюю таблицу ну из такой границ не стану нестабильные лидеров но может даже и выше по крайней мере эта команда я думаю что в восьмерке крепкий как как было крепко я думаю что даже они могут и выше спокойно и даже автора вполне себе но я думаю что они будут одни из претендентов во втором раунде плана пости блин у к ребята молодцы но сейчас говорили что паша большой молодец что и в этом году играет выше и команда растет это видно это видно все-таки играю с более синим соперником ты получаешь экстремальную получаешь экстремальные условия и команда растет они пытаются там кого-то добавить я вижу там появляться какие-то новые молодняк это и на азан академии это пашина появляются новые имена это тоже очень больший плюс вообще не очень осаевич в этом году просто вот реально парень который действительно тоже шелся вот все эти ступени по стим по школам по стритболам и так далее и вот он был и вот он не тушуется вот нужно дабл-дабл то есть реально парень очень классно прогрессирует и вот он еще один игрок который переможен сетность железный игрок старта который помогает лидером который уже не один год есть работа проходит не зря паша огромный респект за такую работу с молодежью с ребятами которых может быть не дают шансов смогах да но у них есть шанс развиваться как игроки играть свою любимую игру но я думаю что ну к сожалению пока просто я думаю это больше что молодости молодые ребята еще нет не очень прямо опыт да мне кажется что но это вот сейчас они находятся на том месте на котором они максимум могут находиться но если они займут такое место и даже восьмой шаг вперед на восьмерке да и я буду очень но я думаю что они выше скорее всего не поднимутся ниже могут упасть но выше они точно не поднимутся кстати вот у них же не было с битбойсом но не хочу у них еще сейчас мало с кем сейчас нет сейчас нет 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 пасте матка сейчас еще не играли и вот это может быть тоже интересно мне вообще любая игра будет у них все что сейчас все что ниже сейчас находится по стима это будут все нормальные хорошие интересные игры сериусом они разве не играли поэтому мне кажется них были первые сложные алабамы и приметей упасть его первые соперники у него было очень сложные игры в начале вот первых играют такой соперник прибыл по силам и варгеймингом они на том же наверно кураже как против алабамы и прометез почти сотка левенков там конечно три балла пацаны отжимались каждый раз это но что давать что там софт-клуб борься как мы до этого докатились вот все думали все думали что софт-клуб выиграет эту крайнюю игру как это вообще ну я никак не буду оправдывать софт-клуб или там всегда или что я считаю так софт-клуб почему так моему разочарованию или моему удивлению не умеет проигрывать то есть им навешали там в начале 15 очков и они такие а типа ничего как так мы как это возможно чтобы мы там проигрывали давайте мы вообще не будем играть то есть защита отвратительная была но за софт-клуб могу сейчас сказать как вот если не считать что тренера просто стороны за софт-клуб могу сказать только одно что у алабам просто катастрофический был процент там просто забивали все кто хотел с любой точки трехочковой линии катастрофический для софт-клуба и и очень крутой для алабама просто просто вот человек получал бак-3 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 и с офигенным процентом но я считаю тогда ты можешь проиграть но ты должен показать зубы но когда мы начали просто не сваливаться они зубы показывают это меня очень расстроило честно даже вот как тренер или как зрителя я не ожидал можно проиграть но можно было так проиграть что потом победа казалось для алабамы но его нафиг больше с ними игра ну я считаю вот так должно было быть к сожалению первая серия софт-клуба 15 игр команда в регулярке не знал о поражении помните когда последний раз такое было в нбл это уже в любом случае не стали частью истории но я думаю что это поражение команды быстрее сейчас я пожелаю более тебя быстрее вернуться на победную стезю и начать новость это как сказал денис сантьевичу что это как холодный душ возможно мне кажется возможно и мы но что было где-то проиграть чтобы немножечко это точно